В самом центре Казанского Кремля сегодня был установлен большой экран. За церемонией прощания можно было наблюдать, не заходя в храм. Организаторы понимали, желающих проститься будет тысячи, и предусмотрели все возможности в этих непростых условиях. За полтора часа до начала в Казанский Кремль начали съезжаться люди разных национальностей и веры, статуса и возраста. Они несли цветы и ставили свечи. Я знаю его праведным христианином, и это тот человек, на которого должен равняться весь православный народ. Даже настроить правильные отношения в Татарстане, это уже очень много значит правильные отношения между конфессиями. Он всегда умел обозначать общие ценности для людей любой национальности и вероисповедания, и говорил им о том, что нас объединяет. У нас действительно было неформальное взаимодействие. Безусловно, это был очень мудрый человек, очень глубокий человек. Что он сделал для Татарстана, ну, объединил православие и мусульман в одно, в целую семью. Дела его говорят сами за него. Столько строил, столько храмов, столько организационных моментов. Замечательный дипломат, замечательный организатор, замечательный руководитель. Поэтому очень жаль, очень. Проститься с митрополитом Феофаном пришел Рустам Мениханов. Возложив цветы, президент отметил. Владыка был уникальным человеком. Он стал примером служения для всех конфессий. За время работы в Татарстане установил дружеские отношения с представителями всех религий. Владыка был уникальным человеком. Это и ум, и его общественная деятельность. И он за все эти пять лет, которые служил митрополитом в нашей республике, был образцом, примером для духовного служения всем конфессиям. Не могу не сказать, что за время его служения особо сложились очень добрые отношения с мусульманской умой. Не могу не сказать о той работе, которую Владыка Феофан проводил вместе с нами по поручению президента нашей страны в рамках стратегической группы «Россия. Исламский мир». Главным делом последних лет жизни митрополита стало воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. В этом помогал фонд Возрождения, который возглавляет Ментимер Шаймиев. Сегодня государственный советник назвал Феофана настоящим дипломатом. Служа церкви православному всей России, он очень часто и держал контакт, и являлся членом общественной палаты страны. Он как прекрасный одаренный дипломат, я скажу, это уже я восхищался во время бесед. Мы последние годы с ним часто встречались. Как-то, когда сидели вдвоем, он мне откровенно говорит, Ментимер Шарипович, я ожидал, слыхал, что в Татарстане достигается мир и согласие. Я не думал, что в таком многонациональном составе населения и многоконфессиональности нашего общества, что могло быть достигнуто такое согласие. Проститься и сказать теплые слова владыке приехали губернатор Петербурга и Ульяновской области, а также экс-полпред в ПФО Михаил Бабич. Те страшные дни в Беслане он под огнем вынес маленькую раненую девочку, положил свой автомобиль, довез до больницы, и тем самым спас ребенка, рискуя своей жизнью. Он не так долго работал у нас, служил у нас, но след оставил, несомненно, очень знаменательный. Это благодаря ему мы построили красивейший кафедральный собор, который восстановили. Мы были свидетелями, как за одни сутки, как сказал Александр Дмитриевич, он мог за рулем «Жигуленка» проехать пять регионов Северного Кавказа за одни сутки и в каждом из них находить нужное слово. После литургии во главе духовенства отпевание совершил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Он же передал в Казанский Богородицкий монастырь орден святого Алексея. Этой наградой митрополит Феофан был достоин за 20-летие архипастерского служения. Пусть эта награда с ликом святителя Алексея Московского, великого чудотворца Всероссийского, положенная там, в стенах святой обители, напоминает о том, что каждый из нас должен не просто прожить эту жизнь, но принести Богу хоть малый плод, чтобы и о нас вспомнили, и вокруг нашего гроба собрались, и за нас возносили свои молитвы. После отпевания траурной процессии пешком отправился в собор Казанской иконы Божьей Матери. Владыку похоронили за его алтарем. Это решение ранее принял патриарх Кирилл после телефонного разговора с Рустамом Минихановым. Как сегодня рассказал президент Татарстана, митрополит Феофан после завершения службы хотел остаться в республике. Теперь собор, который планируют осветить в следующем году, станет владыке настоящим памятником. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Продолжение следует...